Спасибо большое. Сергей так начал говорить после кошачьего выступления. И такое следующее, значит, по логике должен выйти такой дракон весь, такой, ну, после кошачьего мягкого, что... Нет, выходит такой маленький, седой такой. Ты не изменишь канувшее вчера, Ты не войдёшь в будущее на ощупь. Не говори, слава, долой, ура, посади рощу. Горы свернёшь, сменишь течение рек, Счастье постичь попробуешь, как науку. Не говори, вместе с тобой навек протяни руку. Пробуем на бегу, а человека рядом не замечаем. Не говори, сделаю, что смогу, угости чаем. Треснет от времени каменный пьедестал, Созданная тобой разнесёт нелюдь. Не говори, Боже, как я устал, продолжай делать. Выйдешь к рассвету, будто бы на порог, Вспомнишь с улыбкой, где был какой. Промах, не говори, видите, как я смог. Научи новых. Спасибо. Это такое стихотворение, я его безумно люблю. Почему? Потому что оно так немножко рассказывает о том, с чего у меня лично всё началось. Не буквально вот так всё по сюжету стихотворения, но смысл был именно где-то вот. Ну, где-то вот так это всё выглядело, когда я однажды для себя решил, что вот я хочу заниматься творчеством. Мне подарили певчего щекла. Я сразу знал, что мы не уживёмся. Хотел вообще не брать, но согласился. В конце концов, подарок от души. И певчих птиц не каждый день мне дарят. Эстетика, опять-таки, не дядю. Короче, взял, наверное, не жалею. Он прожил у меня четыре дня. Пил по утрам, когда вставало солнце. Наверное, оно его будило. Вот только встанет, он заводит песню. Будильник стал не нужен. Первый шаг ухода от седых цивилизаций. На третий день я выбросил свой плеер. И суть не в том, что мне щекла хватало. Я просто понял, плеер мне не нужен. Вопрос, зачем, уже не возникал. Зато возникло смутное желание почистить крылья. Образно, конечно. В четвертый день я испытал прозрение. В то утро было пасмурно. И солнце взошло, конечно. Но за сводом туч его никто не видел. Вроде мелочь. И вот щегол в то утро не запил. Я больше часа на него смотрел, пытаясь въехать в суть его природы. Выходит, если он не видит солнца, то значит солнца для него и нет. А как же там природные инстинкты, генетика, рефлексы и т.д. Вот человек бы так не видит солнца. И все, и не выходит на работу. И все вопросы кожи усветил. Так нет же, встал и чешешь в этот уровень. И все равно, чего там солнце в небе светит. Или не светит. Собственно, неважно. Вот тут я и прозрел, что я проспал. Будильника три дня, как в доме нету. Щегол вжил. А он не пил сегодня. А у меня отчеты за квартал. Я выпустил щегла. Ушел с работы. Почистил крылья. Вот теперь сижу и думаю, а что я вижу в небе, когда оно покрыто облаками? И что там есть вообще на самом деле? И почему? Что петь нам надо солнце? А просто так, без солнца, не сумеем? А новый плеер так и не купил. Вкусивший от соблазна, хоть однажды уже принять не сможет. Сурроган. Спасибо. Ну и последнее стихотворение. Спасибо. Такое доброе пожелание для всех. Это странное чувство. Всегда, вроде где-то, а вроде бы рядом. Никогда не торчим на виду, потому и не каждый знаком. Это чувство живет среди нас, не рядясь ни в какие наряды, каждый день пробиваясь на свет, утверждающим жизнь родником. Это чувство выводит из тьмы, даже если не видно дороги. У окна зажигает свечу и в бою поднимает с колен. И живет уже тысячи лет, до сих пор непонятное многим. Это странное чувство. Любить ничего не желаем. Спасибо.